Развитие агропромышленного комплекса страны Развитие агропромышленного комплекса страны – долгосрочная стратегическая задача государства. Продовольственная обеспеченность страны формирует национальную безопасность. Поэтому поддержка развития села – один из безусловных приоритетов руководства России. Сегодня государство выделяет для поддержки фермеров немалые суммы. Грантов от государства несколько, они разные. Так же, как и субсидии, выдают их агробизнес в основном Министерство сельского хозяйства. Об одном из видов государственной поддержки мы попросили рассказать начальника отдела инвестиционных проектов и развития малых форм хозяйствования Министерства сельского хозяйства Карачаево-Черкесии Патима Байрамкулова. Итак, Патима Ахматовна, что такое программа «Агростартап» и как она работает? Грант «Агростартап» – это средства, перечисляемые грантополучателю для реализации его проекта на создание или развитие хозяйства. Основным направлением является реализация проекта и создание новых рабочих мест, так как это самый актуальный вопрос и не только в нашей республике. Для предоставления гранта «Агростартап» осуществляется у нас в рамках реализации регионального проекта «Акселерация малого и среднего предпринимательства» и государственной программы развития сельского хозяйства Карачаево-Черкесской республики. Грант «Агростартап» предоставляется крестьянскому фермерскому хозяйству или индивидуальному предпринимателю, являющемуся главой КФХ. Также гражданину Российской Федерации, который ведет личное подсобное хозяйство и ведет деятельность сельхозяйственного назначения. — Скажите, а кто может претендовать на получение данного вида помощи от государства? И могу ли я подать заявку, так сказать, с нуля, если, например, у меня нет опыта ведения крестьянско-фермерского хозяйства, нет земли, сельхозтоварооборудования? — Да, конечно, вы можете. И основная направленность — это начинающие фермеры, для того чтобы… Это помощь для развития их деятельности. Необходимо, правда, если это индивидуальный предприниматель или это КФХ, то необходимо, чтобы регистрация осуществлялась в текущем финансовом году. Вот. В принципе, агро-стартап может являться очень хорошим толчком для расширения своей деятельности, ну, расширения хозяйства. — А если у меня нет земли? — Средства агро-стартапа можно использовать для приобретения земельного участка, сельхозное значение обязательно это должно быть. Но для того, чтобы участвовать в конкурсе, нужно соответствовать определенным критериям. Есть критерии оценки заявок. И, например, если вы не владеете землей, соответственно, балл у вас будет ниже. Если у вас долгосрочная аренда, балл будет выше. Если вы владеете землей, еще выше. И поэтому, конечно, хорошо, если у вас есть земельный участок. — Скажите, Фатима Ахматовна, на какие цели можно потратить грант агро-стартап? — Средства грант агро-стартап можно потратить на следующие цели. Это приобретение земельного участка, это разработка проектной документации для строительства или реконструкции производственных и складских помещений, для приобретения или строительства, модернизации производственных и складских помещений, предназначенных для производства, переработки, хранения сельхо-хозяйственной продукции. Также Grand Agro Startup можно использовать для приобретения животных и птиц, за исключением свиней, на приобретение рыбопосадочного материала, на приобретение посадочного материала для многолетних насаждений. Также Grand Agro Startup можно использовать как вклад в неделимый фонд сельскохозяйственного потребительского кооператива, членом которого является грантополучатель. Это не менее 25%, но не более 50%. Какие документы должен предоставить заискатель гранта на конкурс и где он может найти, узнать всю информацию о том, какие документы, какая форма заявки? Всю необходимую информацию о конкурсе мы размещаем на нашем официальном сайте. И перед объявлением конкурса, и по завершению конкурса о принятии решений, и вся необходимая информация там размещена. Есть и требования, там есть и необходимая перечень документов, а также там указаны номера телефонов, и там указано время, когда сотрудники министерства могут проконсультировать всех желающих. Подготовить заявку, бизнес-план, сформировать заявку для фермера – непростая задача. Скажите, Министерство сельского хозяйства как-то помогает фермерам решить все эти вопросы, или они должны рассчитывать только на себя? Министерство сельского хозяйства оказывает только консультационную помощь, но мы взаимодействуем тесно с Центром компетенции в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров. В рамках нацпроекта мы также субсидируем их. Они оказывают помощь фермерам на всех этапах процесса получения гранд-агра-стартап. Это также консультационная помощь, это также написание бизнес-планов, это составление плана расходов, это формирование пакета документов вместе с заявкой и предоставлением этого пакета в Министерство сельского хозяйства. Мы знаем, что победители конкурса определяет комиссия. Скажите, а кто входит в состав комиссии и почему? В состав комиссии входит не менее 50% членов, которые не являются муниципальными государственными служащими. Почему? Для того, чтобы не было коррупционной составляющей, скажем так. Также мы приглашаем представителя управления главы Карачаево-Черкесской республики по вопросам противодействия коррупции. И остальные члены это сотрудники Министерства. А представители общественных организаций? Ну вот эти 50%, как я уже сказала, не менее 50% это члены, не являющиеся муниципальными государственными служащими. Мы приглашаем представителей общественных организаций, это в обязательном порядке. Фермер получил грант. Что дальше? Какие обязанности у него возникают после того, как он выиграл конкурс? После того, как между грантополучателем и министерством заключается соглашение, средства перечисляются на лицевой счет, открытый в управлении федерального казначейства на имя нашего грантополучателя. Потом, в течение 18 месяцев средства должны быть израсходованы по целевому назначению. И в течение всего этого времени грантополучатель отчитывается по целевому расходованию. То есть он должен потратить деньги именно на то, что он указал завет? Обязательно. Все должно соответствовать его проекту, то бишь бизнес-плану и плану расходов. Можете привести пример успешной реализации его помощи? Примеров очень много. Одним из ярких примеров могу привести — это Головко Людмила. Она широко известна в нашей республике и не только в нашей республике. Ее продукция на полках практически всех магазинов — это микрозелень. И не только магазинов нашей республики, так и за пределами Ставропольском крае, в Пятигорске, в Кисловодске практически не обходится, наверное, магазина, где нет ее продукции. Патима Ахматовна, конечно, получение гранта — это большая помощь для фермеров, безусловно. Но вот очень часто наши предприниматели в сфере сельского хозяйства жалуются на бесконечный контроль и проверки. А как ведется вообще контроль за расходами средств агростартапа? Грантополучатели берут на себя обязательства предоставления отчетности два раза в год. Очень много вопросов возникает с нашим грантополучателем, потому что отчетность предоставляется не всегда вовремя и не всегда без нашего напоминания. Вернее, мы всегда напоминаем, уведомляем заранее, что нужно предоставить отчетность, но не все грантополучатели это делают вовремя. Это одна из причин неплановых проверок. Планово мы проверяем один раз приобретение, соответствует ли оно целевому назначению, плану расходов. И после этого без определенных причин на проверку мы не выезжаем. Ну что ж, Фатима Ахматовна, огромное вам спасибо за то, что согласились ответить на наши вопросы. Остается только пожелать удачи вам и фермерам республики. Спасибо большое. В 2022 году в республике было выдано 49 грантов «Агростартап» на реализацию проектов в сфере животноводства. В этом году – 45. Всего с начала реализации проекта «Агростартап» в 2019 году поддержку получили 360 начинающих фермеров. Было создано 332 рабочих места в сельской местности. В рамках регионального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развития сельской кооперации» к концу 2024 года в субъекты малого и среднего предпринимательства в области сельского хозяйства планируется вовлечь более полутора тысяч человек. Это хороший вклад в развитие АПК Карачаево-Черкесии. АПК Карачаево-Черкесии